Гости на месте Дамы и господа, дамы и господа, а ты что здесь делаешь? Я снимаю. Ой, давай, давай, иди отсюда, иди отсюда. Праздничный эйфорийный коллапс. Не, ну я так не могу. Как? Реально, давай без этого пафоса всего. Давай просто душевно, как обычно, по-нашему. Пошли. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Мы рады всех приветствовать на голубом огоньке телекомпании ТНТ Березники. Вас ждут шутки, музыка, искрометные номера. Ведь уходящий год – год культуры. И сегодня мы хотели бы отметить тех людей, которые прославили наш город на всю страну в 2014 году. Но это еще не все. Впереди выступление очень важного новогоднего гостя. Кто он? Пока оставим этот вопрос без ответа. Скажем одно – он уже в пути. А пока представим наших гостей. Посмотри, кто в первом ряду. Это же маэстро Алексеев. У Станислава Вениаминовича в этом году случился юбилей. Ему исполнилось 80 лет. Станислав Вениаминович, очень приятно видеть вас на нашем голубом огоньке. Что бы вы пожелали нашим березниковцам? Уважаемые березниковцы, искренне с вами я буду целый год. Желаю вам от всей души, от всего сердца новых интересных совершений. Уверен, что наша жизнь в березниках будет очень интересной и насыщенной. И сейчас для маэстро новогодний подарок от школы театра балета. Кто вы? Я – фея танца из волшебной страны хореографии. Ой, я так хочу попасть в вашу страну и научиться танцевать. Субтитры создавал DimaTorzok Между прочим, этот год был богат на юбилеи. Его отметила музыкальная школа Камертон. А также 10 лет исполнилось театру «Бенефис» для детей и молодежи. И сегодня его артисты Павел Ефремов и Елена Столярова у нас в гостях. Павел, Елена, что бы вы пожелали березниковцам в наступающем году? Я желаю жителям березников повышенной радости, удачи, успехов. Ходите в театр, заряжайтесь положительными эмоциями. С Новым годом! Ну, а я пожелаю, конечно, здоровья. Еще раз здоровья. Если вы будете здоровы, то у вас все будет в жизни здорово. Прекрасные слова. Я думаю, билетик лишнего не найдется. Обязательно. Музыка. 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 Что же гость так запаздывает? Я так волнуюсь уже. Рано переживать. Время еще есть. Музыка. Первое место. И теперь она действительно звезда. И прямо сейчас мы выйдем на связь с Алисой по скайпу. Девушка сейчас учится в Москве и готова передать свои поздравления нашему городу. Алиса, привет! Привет, березники! Всем огромное спасибо за поддержку. Этот год для меня был особенным. Всем желаю любви, добра, счастья в Новом году. И я очень скучаю по городу. С Новым годом, березники! 2014 год доказал. Самая красивая девушка России живет в Березниках. Лена, я вообще-то и так знал, что ты живешь в Березниках. Ну, я не о себе, но хотя за комплимент спасибо. Я об Олесе Галимзяновой. Девушка стала суперфиналисткой конкурса красоты «Краса России-2014». А начинала она, кстати, с победы в реалити-шоу «Мисс Березники», который шел на нашем канале. Мужчины, поближе, поближе к экрану. Привет, меня зовут Олеся, мне 18 лет. Я в рестереях, даже не знаю, мне нет слов. Олеся, я уверена, продолжит свое триумфальное шествие в мире красоты. А сейчас мы приглашаем на сцену танцевальный коллектив, у которого тоже очень много наград. Танцевальная группа со вкусным названием «Джем». Субтитры создавал DimaTorzok Женя, посмотри, как девчонки джема танцуют, так и взлетают над сценой. Да, но надеюсь, в следующем году хотя бы курс валют так взлетать не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Андрей, что-то я переживаю. Наш главный гость задерживается? Да, странно. А мы продолжаем говорить о тех, кто прославил березняки в 2014-м. Самое время пригласить на сцену юных звезд, которые с блеском выступили в Санкт-Петербурге и привезли с международного турнира «Балтийские звезды» почетное третье место. Редко встретишь на голубом огоньке представителей ГИБДД и полиции. У нас в гостях сегодня Марина Сетева и Яна Филиппова. Девушки, спасибо, что пришли. А чего бы вы хотели пожелать нашим зрителям в новом году? Наверное, от имени госавтоинспекции хотелось бы пожелать безопасных дорог, здоровья и хорошего настроения жителям нашего города. Этот год был нелегкий для всех, но я думаю, что все задуманные планы были достигнуты. Хочу пожелать в 2015-м году семейного благополучия, домашнего уюта, самое главное – здоровья, любви и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь о спорте. Как о спорте, Андрей? Мы сегодня же говорим про год культуры. Лена, ну кто поспорит, что спортивный человек по-настоящему красив? Тем более, что наши спортсмены в этот Олимпийский год особо отличились. Об этом подробно расскажут наши спортивные герои. Посмотри, какие красавцы за столом. Евгений, Валерий, насколько успешным был этот год для березняковских спортсменов, ну и для спорта в целом? Конечно, каждый год по-своему разный и по-своему непредсказуемый. Невозможно предугадать в спорте, кто станет победителем, кто потерпит поражение. Но радуют те спортсмены, которые стабильно показывают высокий спортивный результат. И мы надеемся, что следующий, 2015 год, будет еще лучше и еще успешнее для наших спортсменов. Желаем всем березняковцам в новом году здоровья, благополучия, любви друзей и близких и всего самого наилучшего. Ну что же, от себя в свою очередь хочу добавить, да, действительно, такого емкого понятия, как здоровье. Это самое важное. Ну и любви близких, радости в ваших сердцах. С наступающим Новым годом! Чтобы быть спортивным, крепким, нужно чаще кушать репку. Андрей, это ты о чем? Это я про апельсин. Репка, апельсин? Какой-то странный продуктовый набор. Лен, ну что тут непонятного? Выступает апельсин, показывает репку. А-а-а-а-а-а-а! Йоу! Привет, деду! Летом в деревню к деду поеду! А вот мой рассказ вам, друзья, из рассказов, кадет один раз стал героем сразу. Час за часом в дет поле ходил, за репкой следил, что вчера посадил. Как-то однажды ранним утром вышел дед в поле и хоть был мудрым, взглянул на репку, сказал... Ну не знаю, выросла репка, большая-пребольшая. Репка, большая-пребольшая, реп, реп, я свой вам зачитаю. Репка, сидеть умеет крепко, детки на репку, цепкая репка. Катя, Катя, весь вечер на голубом огоньке развлекаешься. На тренировку-то опоздаешь, ведь переодеться еще надо. Ты знаешь, Катя, настоящий спортсмен, успеет везде. Репка, цепкая репка. Пора тянуть, кричит детка и бабка. Бросай тряпку, хватай тяпку, влезай в галоши, хлопай в ладоши. Глянь, какой урожай хороший. Детка, ты думаешь, с тобой мы справимся? Репка большая, а мы с тобой старые все. Внучка! Скорей беги сюда, тут репка большая, ни туда, ни сюда. Новый год, время фотосессии. Я у елки, я под елкой, я вместо елки. Сережа, я здесь, да. Какая понтовая репка-то, дай на мобилу, зафоткаю детка, а? Сейчас без проблем ее выдернем вместе, на рынке толкнем ее баксом за 200. Из этого точно выйдет коммерция, реально выйдет, чую сердцем я. Схватились все вместе, нет, не идет, сидит в себе репка, дальше растет. А ну-ка, внучка, коли хочешь получку, ножки помучи, пойди найди жучку. Жучка! К концу мир, бистэ, собака здесь уже, все шито-крыто. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Сложно? Да! Крепка-репка сложена. А это что такое? Шампанское вредно для здоровья, а пирожные провоцируют набор лишнего веса. Девчонки, теперь есть и шампанское, и пирожные, праздновать так праздновать. А ты что ты сделаешь? Я снимаю. Иди за кулисы снимай. Мышка, ни зуба, ни лапы, делать нечего. Детка за репку, бабка за детку схватилась крепко. За бабку внучка, за внучку жучка, сзади кошка. А кто всех круче? Конечно, мышка, кошку под мышки. Раз, два, три. Подтянули штанишки, тянут, потянут. Вытянули репку. Спасибо мышке, лично от детки. Репка, большая, прибольшая, реп, реп, я словом зачитаю. Репка, нам заслужила службу, проверила на прочность нашу дружбу. Репка. Репка. Конечно, сложно за короткое время рассказать обо всех победах и победителях. Но, безусловно, в Березняках огромное количество творческих людей. Это кто? Да, чего только не было в этом году. Гоголь-11 – это один из первых двухэтажных домов в Губахе. Он был построен в конце 40-х годов. Он был построен в конце 40-х годов, как временное жилье для рабочих. Однако, как видите, он стоит и по сей день. Давайте посмотрим, как же живут здесь люди сегодня. А, ну... Субачка, ты иди, пожалуйста. ЕГЭ в новом формате. В новом формате. Ночной выпуск, Сужаша. Ночной выпуск с Шокирующей. Подожди, сейчас я... Несомненно, наивысших наград. Наград. Ты была уже на Советской площади? Ледовый городок там почти готов. Вот представляешь, нет. Как раз сегодня собираемся с детьми пойти. Ребята, я не могу. Думаю, что многие из вас уже задумывались о том, чтобы покататься на коньках. Спешу обрадовать. Такая возможность выпадет уже в эти выходные. Думаю, что многие из вас уже задумывались о том, как утверждают британские ученые, по мнению... Как утверждают британские ученые, для счастья человека необходимо обниматься в день не менее пяти раз. Сейчас дети все чаще мечтают получить в подарок Деда Мороза современный гаджет, планшет или телефон. Вот пар... Не сбивай меня, я сбиваюсь. Современные дети мечтают получить... Ой, ой, не знаю, как это происходит. Современные дети мечтают... Знаешь, что ты меня полежишь? Полежи мне. Сегодня у нас в гостях начальник управления по развитию предпринимательства Сергей Воробьев. Сергей Владимирович, пожелайте что-нибудь березняковцам на Новый год. Уважаемые березняковцы, с наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья, любви, конечно, финансового благополучия. И чтобы все кризисные явления прошли вас стороной. С Новым годом! Жень, я на правах ведущего программы «Проавто» хочу подарить тебе новогодний подарок. Автомобиль. Спасибо, конечно, Сережа, но с нынешними ценами на бензин дешевле ездить будет на коньках. Андрей, ну что делать? Ну гостя все еще нет, ну что делать, как быть? Что делать, что делать? Время тянуть. Как? Держи. Я ни за что! Остыли реки и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль, три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятья, и до весны все дремлетут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль, три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Дорогие березняковцы, от всей души поздравляю вас с Новым годом! Пусть 2015 год вам только радость, счастье, здоровье, да удачу принесет. С Новым годом! С Новым годом! Декабрь, январь и февраль, и уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль, три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль, три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. А вы че сидите-то? Концерт уже закончился. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит прочь, мы вспомнить год прошедший должны, такая уж эта ночь. Сделеть печали с прожитых дней и новых начать отсчет, и верить кризису всем вопреки, что счастье в дороге ждет. Пусть Новый год, что вот-вот нас станет, успех подарит нам с тобой. Пусть каждый верить не устанет, надежда в сердце не растает. Пусть будет счастье в город мой. Пусть будет счастье в город мой. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, Ты под Куранов волшебный бой, желание загадай. Пусть дом согреется смехом детей, теплом желанных гостей. А мы опять наполним эфир, энергии на нас все идут в Новый год. Что вот-вот нас станет, успех подарит нас с тобой. Пусть каждый верить не устанет, и наша жизнь в светле станет. Пусть будешь счастлив, город мой. Пусть будешь счастлив, город мой.